Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем играть в игру Fallout Shelter, давненько я в ней не был, так что продолжаем, давайте все заберем, что у нас здесь накопилось за время моего отсутствия, я смотрю, тут ребята у меня прокачались по максималочке, это хорошо, ага, ботаники готовы, ха-ха-ха-ха-ха-ха, так, забираем здесь воду, да, вот этих вот охламунов нужно будет куда-то отправить, это однозначно, как ни крути, Ммм, куда, может быть их отправить к ботаникам, а? Вот сюда, пускай набираются немножко интеллекта, ха-ха-ха, нам нужны будут скоро врачи, так, что пускай здесь, и у нас есть тут, как видите, ребятушки, житель, сейчас он прибудет, так, 21 уровень, и кто, ох, ё-моё, у меня тут очередь-то какая, кто там у нас бежит, что за олух, так, продаем, наверное, с вами обычные предметы, как всегда, по стандарту делаем, ну, а остальное собираем, Столовая подземка, к счастью, она у нас уже собрата, замечательно, так, что, никаких чертежей даже нету, странненько, очень странненько, ну, добро пожаловать, ребята, домой, вы, о, вот здесь вот очень много, так, костюм фаната научной фантастики, столовая Минитмены тоже уже у нас это есть, Давай забираем, подземка, ну, только что была, так, еще, что ли, одна столовая подземки, ага, а вот столовой братства стали, как раз нету, хорошо, что нам попался именно этот черчожик, Так, нападение когтей смерти, ну, здравствуйте, приплыли, только вас мне тут сейчас и не хватало, так, давайте посмотрим здоровье у наших ребят, так, тут вроде бы все Намази, здесь, кстати, тоже все хорошо, эти у меня тут гуляют, прохлаждаются, Угу, тоже вроде бы нормально, ладно, будем отбиваться, как можем, надо будет пристально за этими ребятами приглядывать, потому что у них, как видите, очень быстро кончается здоровье, и мне придется их сейчас подхиливать, Вот, уже пошло дело, так, наконец-то они от нас отстали, побежали, и они, естественно, сейчас побегут в столовку, в столовке там встретят небольшое сопротивление, так, ага, робот-помощник уже бежит на помощь, как всегда, ему не терпится сдохнуть, ну, мы его, если что, воскресим, давай, 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 как, блин, тут слишком много, оу, оу, щет, все, успели подхилить всех, Ну, я думаю, что здесь, наверное, их положат, хотя, вряд ли, один уже готов, один готов, так что все шансы есть, ну, давайте, давайте, блин, так, они перебегают уже в столовку, ну, их здесь вот точно похоронят, тут у меня, ребята, такие, есть, и готов, ну, что же, я считаю, что все практически у нас удачно получилось, 13 происшествий у нас уже сделано из 40, да, еще придется нам повоевать, как говорится, ну, что же, возвращаем своих ребят к себе в убежище, в столовый институт, собрата, и жилая комната братства стали тоже у нас собрата, и вот новый персонаж у нас появился, так, у нас вообще 84 жителя, ребят, 84, нам нужно соточку, по-моему, 100, да, чтобы мы смогли открыть последнее, так сказать, не купленное нами здание, кладовка всегда не будет лишней, тем более улучшенной, так, давайте еще улучшим, вот, 18 с половиной тысяч у нас крыжек еще осталось, это нормально, хватит нам еще здесь, как говорится, тихо-тихо-тихо-тихо, дай-ка вот сюда, куда мы ее вот так поставим, все, вроде бы нормуль, так, во что бы тебе одеть-то, братишка, пойдешь, наверное, у меня на электростанцию, наверное, да, С, С-5, офицерская форма, очень даже хорошо, и в ручке мы тебе дадим какую-нибудь, во, винтовку Гаусса, хоть мне и жалко, конечно, давать ему, но пускай будет, так, теперь мы тебя отправляем на электростанцию, она у нас как раз внизу, как раз тебя там ребята уже будут ждать мои, подожди, С-3, что-то я не понял, погоди-ка, погоди-ка, а, вот, вот сюда вот, С-7, отлично, так, ну что, ребят, как вы понимаете, они у меня только вернулись, так, там я вижу, слышу, точнее, крышка с бутылкой пришли, но нам сейчас не до этого, нам надо отправлять своих жителей, естественно, на новые задания, потому что потом нам придется подождать какое-то определенное количество времени и только после этого проходить эти виссии, так что, грубо говоря, эта серия у меня будет чисто на отправку, ребят, в пустошь, на задание, так, отлично, одна команда уже есть, ну что, возьмем, наверное, испытания, игровое шоу, да, потому что здесь нам дадут 5 квантовой колы, это тоже, как говорится, не хухры-мухры, она нам очень сильно нужна, и практически мы всегда в ней нуждаемся, ну, кого же нам отправить, ну, давайте Жерика фиксим 34 уровня, и здесь мы отправим, так, 47, да, пристана, все, отлично, так, крышки там уже танцуют, видно, хотят мне дать, где они, так, вот, отлично, да, танцевалась, а бутылка, как всегда, хитрая, ничего не дает, не танцует, лентяйка, одним словом, я ее даже потерял, где она тут вообще находится, не видно ее, так, ну что, и осталось лишь третье задание нам взять с вами, какое это будет, дипломатическая миссия, не хочу, тут уровень сороковой нужен, целься в голову, тайное испытание оружия, да что же взять-то, может быть, копья гнева, копья гнева, не знаю я, у меня тут вроде бы остались такие ребята, не особо сильные, не особо прокачанные, что давать им такие сложные задания, во, 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 танцует, ну и что, блин, дает обычные крышки, а, жадина ты все-таки бутылка, просто жадина, жадина, говядина мне, ладно, хорошо, два задания, копья гнева, ладно, ребят, давайте возьмем это, тут не такое, как говорится, привередливое задание, можно даже вот так вот сделать, так, не слишком сильных, не слишком слабых, норму, так, поменять костюмчик, конечно же, надо обязательно, потому что даже можно вот на плащ шерифа поменять, это, по-моему, даже если не ошибаюсь, это его родной плащ, он с ним к нам пришел, так, и здесь, конечно же, тоже, ага, но не будем мы, конечно, ни профессора, из него делать ничего подобного, парадно-офицерская форма, в принципе, неплохо, я думаю, было бы на нем, да, чисто вояка такой, и достаточно, наверное, ребят, по 10, все, пускай идут, что мы здесь еще с вами можем сделать, да, по-моему, пока ничего, все, что можно было, мы собрали, но если только посмотреть, что у нас тут на складе есть, смотрите, у нас практически, так, пару оружий затесалось, обычных зеленых, но в основном синюха и легендарка, так, а если нам что-нибудь заказать, как вы думаете, так, ага, смотрите-ка, костюм фаната у нас здесь, научной фантастики, а какой костюмчик, естественно, заказывать надо синий, а лучше легендарный, костюм библиотекаря, киномана, даже и не знаю, если честно, богатый, конечно, выбор, но что, в данный момент мне нужно, мань, предложу, может быть, братство стали взять костюмчик, пускай делает, 9 часов, в принципе, нормально, какой там уровень, второй, бегает, сломя голову, так, и темы, какая-нибудь доступна, да, ребята, у нас доступна с вами, вот, жилая комната Минитмена, но она, по-моему, есть у нас, да, или нет, по-моему, нет, хорошо, пускай делается, как говорится, молока не просят, и нам, как говорится, будет хорошо, и ребята будут при деле, ну, вроде бы, в принципе, и все, нам только с вами остается дождаться времени, когда мои ребята добегут до заданий, потом войти в игру и уже продолжить играть, потому что здесь сейчас нечего делать абсолютно, мы же не будем тут стоять и ждать, извините мне, по 5-6 часов, когда они у нас там добегут, смотрите, как странно, да, и вы заметили, что бутылка с крышкой как-то очень быстро от нас ушли, и мне это не нравится, почему они пришли всего лишь на пару танцев и по-быренькому от меня убежали, а? Хитра с жопой они просто-напросто, вот что я вам скажу, оружейный центр, нет, у нас есть, ребята, знаете что, оружейка, где мы можем, а, у нас там делается все еще, все еще делается и будет долго делаться, потому что, вы помните, да, там, по-моему, 19 дней или 17 дней, оу, коленострел, легендарный, да, можно было бы заказать, гвоздетрон, гвоздетрон, двухствольный боевой дробовик, карабин института, блин, дайте мне хоть какой-нибудь гранатомет-то, да, есть, нет, оу, тихо, подожди, ржавый гранатомет, легендарный, хоу, давайте-ка мы с вами закажем, 13 дней, офигеть, фух, ну что же, ребятушки, давайте мы тогда сделаем небольшой перекурчик, перерывчик и увидимся уже с вами в следующей серии и продолжим играть в Fallout. Ну что ж, дорогие мои друзья, всем привет, с вами Рэй, продолжаем играть в Fallout Shelter, ага, получили с вами боксик, так, я надеюсь, мои ребята уже добежали, ага, вот у нас и костюмчик уже сделался, что ты, киса, скулишь там, я ничего плохого тебе не сделал, я просто хотел собрать энергию, так, ну давайте глянем, что у нас в этом боксе будет, порадуй папочку, костюм, блин, энергия, что, что это такое, ага, лютик, легендарный хлам, крышки и солдатская форма костюм, как-то скудненькая, пресненькая, я бы даже сказал, ладно, ну что ж, давайте смотреть, смотреть, поход за оружием, да, все мои ребятушки дошли, они, как видите, на месте, на месте, на месте, поэтому, наверное, стоит там приступить к выполнению этих очередных заданий, так, у нас здесь еще будет игровое шоу, ну, мы его по-быренькому с вами пробежим, так, копья гнева, поговорить с фермерами, которые первыми лишились урожая, ага, здесь, значит, будут эти фермеры, ладно, давайте подхилимся маленько, а то у меня какой-то хромой тут немножко, в принципе, карта не очень большая, фермеры должны быть где-то здесь, недалеко у нас, кто тут, крысы, кстати, ребят, вот насчет урожая, я больше уверен, что здесь виноваты именно вот эти вот кроты, потому что ведь они же могут из-под земли вырываться и тырить урожай, вполне логично, добра слишком много не бывает, угу, точно, именно добра, так, давайте-ка мы вот этих разнесем, вау, очень даже хорошо идем с вами, стимпаки, ротпаки, ротпаки нам пригодятся, от радиации, так, здесь у нас кто, опять же они, да, неспроста они здесь появляются, я надеюсь, вот эти вот ребята, до которых мы сейчас идем, до фермеров, расскажут нам какой-то секретик, кто у них тут все это тырит, крышечки, вентилятор и опять же крышки, оу, детка, да что такое, теперь в каждой комнате что-либо вот эти крысы-то, елки-палки, кроты, хорошо же тут буянить, ну, да расстреляйте вы уже их в конце-то концов, все, умницы, винтовку поганую дали и бомжовскую одежду, да, мы только и получаем с вами вот эти вот тряпки-хлам, ничего достойного нам не подкинут лишний раз, ну, якобы мы этого не достойны, как ущербные, е-мое, бегаем здесь, ну, готово, во, вот это вот хорошо, одна квантовая кола уже у нас есть в кармане, как раз то, что нужно, вот, вот и я об этом же и говорю, я уж хотел сказать, тишина, неужели, да какая там тишина, а вон, смотрите-ка, вот и босик появился, но он уже покоцанный, так что никаких проблем с ним не будет, естественно, еще минус, ну, оу, призвал, призвал все-таки, а, все, это последний раз было, чтобы он их призвал, слушайте, ну, отряд у меня довольно хорошо сформирован, смотрите, просто разносим здесь в хлам всех, или же здесь просто слишком слабый для них уровень, так, снайперская винтовка, автомат, тишина, неужели тишина, е-мое, давайте с вами, осталось два этажа, да, я так понимаю, так точно, дефи, о, вы здесь из-за дрессированных кротокрысов, это просто безумие какое-то, мы расставились за подни над кустами тошки, большие копья при малейшей вибрации втыкаются в землю, поймали несколько кротокрысов, жирных, с небольшими мешками доверху набитыми тошкой, они воровали ее из-под земли, как вообще можно обучить кротокрысов хоть чему-то, я не знаю, мы отправили в тоннель нашего лучшего разведчика, черного волка, он ушел на север примерно час назад, хэ, ребят, о, какой-то новый костюмчик, мое, 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 слушайте, ребят, а мне вот это интересно сейчас было, да, в диалоге, они, значит, поймали пару кротокрысов, которые, или кротокрысов, хрисы, как тут правильно это сказать, которые воровали картошку, и они были с мешками, вам не кажется это странным, а? Какого хрена кротокрысы будут лазить под землей с мешками картошки? Бред какой-то! Ну ладно, фиг с ним, пускай будет так. Ну, однозначно, их кто-то дрессирует, для того, чтобы они воровали картофан. Значит, следующим нашим заданием, наверное, будет найти вот этого вот разведчика, черного волка, который нам, по всей видимости, расскажет, что произошло на самом деле, и кто их дрессирует. Ну, скорее всего, как обычно, какие-нибудь рейдеры, хотя, может быть и нет. В общем, все это будет впереди, я надеюсь. Не можешь же глупо оборваться вот так вот с задания, ни на чем. Так, ладно, первую карту мы с вами прошли, можно возвращаться, естественно, в убежище, как говорится, с легкой дорожкой, мы не будем ничего с вами здесь тратить, пускай они уже бегут сами, сами по себе. Потому что у нас еще все равно с вами два задания, и мы сейчас, естественно, начнем их делать. А нам в любом случае не хватит, потому что нужно будет четыре колы. Хотя у меня, у меня тут куда-то взялись четыре бутылки ядерной колы. Странно очень. Смотрите, как эти ребята у меня быстро обучаются интеллекту. Офигеть. Так, уровень два. Давайте-ка, может быть, еще что-нибудь сможем заказать, а что нам пригодится? Изысканная одежда. Не хочу. Костюм киномана, борца, костюм комика. Ну, согласитесь, это все не то. Тем более, костюм мэра. Можно, конечно, взять профессора. Да, смотрите, интеллекта четыре, как раз пригодится. Мы с вами будем рано или поздно открывать медицинский центр, и нам нужны будут там продвинутые люди с обалденным интеллектом. Испытание игровое шоу, ответить на все вопросы. Ну, ребята, это уже задание для нас не первое и не последнее. Так что сейчас, наверное, мы будем с вами по шурику проходить. Я надеюсь, мне достанутся легкие здесь вопросы, на которые я смогу легко ответить. Ага, вот и первые враги у нас здесь. Добро пожаловать на викторину и там подобное так. В какой части сотрудничества поселились дети Атома? Вот это ты да, задал вопросик. Я не знаю, ребята, но давайте попробуем, наверное, в светящихся землях. Правильно, нет? Вы не фанат географии, ну, тогда вам придется потерять голову. А при чем здесь фанат географии? Ё-моё, там такие обалденные ответы вы, конечно, дали, что география здесь просто ни при чем. Ладно, хрен с ним, раз вы хотите потерять голову, так уж и быть. Давайте, ребята, их завалим сейчас по Шурику. Так, значит, блин, надо было, наверное, взять Дети Атома. Или что там, Море Атома, я уже не помню, какие там были варианты ответов. Все, получили свое. Так, ротпаки и крышки. Давай сюда. Нет уж, давай ты сюда. Кто тут еще? Ха, тараканы вылезли. Хорошо, сейчас мы их расстреляем быстренько. Оу, нифига себе, у меня паренек уже практически на грани был. Пистолет дали и... Ну да, дешевый костюм. Опять тараканы? Ну да. В принципе, я не против. Тараканы очень быстро, хорошо разбираются и, соответственно, мы будем с вами быстренько здесь продвигаться. О, вот это хорошо, плазменная винтовка или лазерная, по-моему, плазменная. Это нам пригодится. О, дальше. Мы переходим во второй раунд. Где томился в плену Лоренцо Кэббот? Пауу. Давайте так сделаем. В своей комнате без ужина. Ха-ха-ха-ха. Худший ответ в мире. Постарайтесь не дергаться, когда потеряете голову. Да, ребят, ну, на самом деле, я просто прикольнулся. Ну, вдруг, я думал, что, знаете, самый обезбашенный ответ может быть оказаться верным. Ну, я ошибся. Да откуда я знаю, где он там мог томиться? В департаменте там или где там еще? Без понятия. Просто наугад влепил. Заслуженная награда, черт повери. Да уж, конечно, заслуженная. Могли бы что-нибудь и попутнее дать. Ну, неужели третий у нас тут? Да-да-да, я понял, что мы переходим к третьему. Какое место находится за пределами Содружества? Пипец. Давайте Бостон. Ну? Не молчи давай, что ты там томишь-то? Вы очень-очень плохо играете. Вам пора потерять голову. Да блин, да что ж ты будешь делать, деревян? Я... Да, по ходу дела мы действительно дерьмовенько сегодня с вами играем. Мне задали три вопроса, я еще ни на один правильно не ответил. Ну, если я и на последний, на четвертый не отвечу, то я буду вообще профан полный по этим вопросам. Ну и вопросы, согласитесь, идиотские на самом деле, не относящиеся вообще к теме. Неплохо-неплохо. Ладно, тридцать пятый уровень получает у меня чувачок. Мы с вами двигаемся дальше. Вылазит. Ах, смотри-ка, я думал здесь вылезут тарканы. Нет. Как видим, вылезли крысы. Кратокрысы. Вот так вот их правильно называть. Так, давайте разбиваем. Зачем тут дают столько радпаков. Тут же вроде нет радиации никакой. Странно. Так, если я умру, похороните меня в комбинезоне. Обязательно мы так и сделаем. Блин, что-то мне вдруг захотелось. Знаете, во что поиграть, ребят? В Шелтерет. Многие, наверное, знают такую игру, пиксельную. Она довольно интересная, но сложная. Особенно правильно раскачивать там героев надо. Хотя, скоро выйдет Дэдштейт. Поэтому дождемся. Должна была 27-го еще числа выйти. Ранний релиз. Но, видимо, перенесли. Причем на неопределенное время. Но, тем не менее, как он только появится, сразу приступим в нее играть. А теперь последний раунд. Где находилась штаб-квартира Келлога? Да какого хрена? Я не знаю, ребят. Ну, вот честно говоря, не знаю. В доме твоей мамаши, блин. Где? Форт Лини. Ну, надеюсь, правильно? Ха, в сотрудничестве нет никакого форт Лина. Потерять иглу. Ну, ребят, на самом деле, не знаю. Можно, конечно, как мне в свое время посоветовали, взять листочек, записывать вот эти вот варианты вопросов и также варианты ответов. И методом подбора. Ну, согласитесь, мы с вами играем ради фана, а не ради того, чтобы получать что-то. Угадал, не угадал. Какая, наверное, са. Ну, не получили мы крыжек. Ну и что? Ну, разнесли мы их. Получили опыт о себе. Это тоже неплохо. Главное, что мы здесь получили очень много квантовой колы. И это хорошо. Так. Блин, может, их всех расстрелять тут по-баренькому? А, ребят? А, не ватные. Все, сейчас сдохнут сами по себе. Эй. Ну и, отлично, мы прошли еще с вами одно задание. У нас с вами... А, какое у нас... Обрадовался. У нас еще же наверху есть этажи, которые мы с вами не пробежали. Надо, надо, конечно же, пробежать. Как же вы долго бежите. Блин, тут жалко, знаете что? Нету ускорения, как вот во многих играх делают. Нажал на ускорение, и они... Быстренько добежали там. Та же самая боевка, когда наступает. Потом отпускаешь на обычную скорость, и все, и хорошо. Ну ладно. Пускай бегут хоть карта, слава богу, здесь не очень большая. Ну-ка, что здесь? Так, вижу, 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 вижу. И подбираем микроскоп. Хорошо. Хм, надо же, никого нету. Ствол. Еще один. Вылезли. Ну, тараканы. Легкотня. Все, они уже лежат. Опять же, получаем крышки с вами. Так, а тут что у нас? Таракан лежит, да? Хе, с пистолетом. Таракан с пистолетом. Еще пистолет, причем со снайперским прицелом. Хотя, может быть, даже это не снайперский прицел, а, знаете, этот лазерное наведение. Так, что тут у нас? Ага, кроты. Ну-ка, давайте-ка, не будем церемониться здесь. Отлично. Все равно нам сейчас домой бежать. Готово. Так, черчеж. Забираю. И винтовка. Фуфыжная, как всегда. Ну, здесь у нас пистолет, опять же, такой же. Броня эта никчемная. Смотрите-ка, нет никого. Глобус, это хлам. И вентилятор, это тоже хлам у нас. Так, и последняя комнатка. Хоть бы здесь никого не было. Тараканы. Тараканы. Как же без них-то тут. Но, зато сейчас мы побежим уже домой. Вот так-то. Что ты дашь мне? Ага, костюм. По-моему, стиляги. Ну что же. Пора отправлять моих ребят домой. У нас тут черчужики найденные. Пускай бегут своим ходом, естественно. Не будем даже тратить на них никаких кол, ничего, ни напитков. Сами-то бегут. Не маленькие, в конце-то концов. Нет, никаких мгновенно. Ну, а у нас тут что? У нас тут все нормально, ребята. В нашей крепости, как говорится, жизнь борлит. Они могут за себя сами постоять. Поход за оружием. Найдите основной тайник с оружием, ребят. Вот так задание. Тайник с оружием. Я хочу надеяться и верить, что оружие здесь будет путаем. А, рейдеры. Давненько, давненько мы не виделись с вами, голубчики мои. Сейчас вам пора потерять голову. Как вы любите это говорить. Блин, команда, конечно, не айс у меня, ребят. Смотрите, слишком слабенькие. Очень долго разбирают их. Хотя оружие вроде бы такое неплохое у них стоит. Я смотрю, винтовки Гаусса. Ротпаки и крышки. Двигаемся дальше. Оу, ты посмотри, гули даже здесь у нас. Давно я вас не видел, гульки. Как дела? Надеюсь, хорошо. Носик там не болит. Глазки-то отлично видят. Смотрю, радуются, блин. Своими грязными немытыми руками. Хорошо, что-то дергаться, блин. Давайте, ребят, по-быстрейкому разберемся. Смотрите, они довольно крепкие. Потому что уже, уже здоровье у моих солдат практически на нуле. Блин. Мощные. Я-то думал, сейчас на раз-два и готово. Но не тут-то было. Я просто кину это в общую кучу. Что ты там кинешь? Да елки-палки, вы достали уже, а? Неужели сейчас будете только вы мне попадаться на пути? Блин. Еще помимо этого мы очень долго с ними копошимся. А может быть, знаете, как, ребята, делать на редактировании? Вот я зашел, например, в любое подземелье. И уже на последнем бое, например, открыться. То есть не показывать весь процесс вот этой беготни. Кто за, пускай ставит лайк и напишет мне, дельная эта идея или нет. Так, ну, скорпиончики. Блин, скорпиончики, они же тоже у нас ядовитые. А ну-ка. 2,5 кратный урон. Замечательно. Ну-ка, и тебя. Трехкратный. Шикарно, я вам скажу. Все очень хорошо прошло. Дадите что-нибудь? Нифигашечки. Ладно. Давайте, надо спускаться с вами. Будем снизу все это проходить. Дело. Но почему-то мне такое ощущение, ребят, что у нас вот именно прохождение этой миссии затянется. Потому что, ну, сами видите, по 2-3 раза нужно выстрелить. А это, извините, через каждые где-то 10 секунд дофигушки времени потратим дофигушки. Ну-ка. Так. То, что нужно. Реально. К этому покрышке, что ли, только что прощебетал. И прощебетал. Ага. Поход за оружием выполнен. Это и был, оказывается, тайник. Всего лишь какие-то 3 замухрышинские винтовки, ребят. Ну, это никуда не годится. Ложись, гаденыш. Падай. Я сказал, падай. 2 и 5 кратный урон. Ай, как долго, а? Что-то у меня, ребят, с аптечками-то вообще туго. Всего 2 штуки осталось. А если мы впереди с вами вдруг нечаянно встретим гулей? Ага. Ну, ладно, хорошо. Один стимпак мы с вами нашли. Тут еще костюмчик. И крышки. Так, уровень у меня чего-чего получил. Так, это хорошо. А, скорпионы. Блин, где мой Крит? Я не пойму. Так, нижний этаж мы с вами. Ладно, фиг с ним. Как-нибудь-то пробежим. Ну, там еще наверху 2 этажа. Да. Все, начинается бомбежка, ребят. Смотрите, видите? Уже ХП на пределе. Плюс еще... Нет, ну, радиация, по крайней мере, не заражает нас. Но стимпак нам потратить с тобой придется в любом случае. Видите, о чем я вам говорил. Круто. Черчеж получили. Так. Спускаемся с вами вниз. Это у нас последний нижний этаж. Елки-палки. Только хотел сказать, неужели тишина и спокойствие? Но это нам только снится. Тут просто нужно идти, ребят, на пролом, ни о чем не думая, а расстреливая, расхерачивая всех чертовой бабушки. Так, я смотрю, мадемуазель у меня получила там уровень. 21. Вот поэтому у нас все это долго и затягивается. Потому что лишь 21 уровень. Она была 20. А вот они, эти гули. Черно их побрал. Сейчас мы здесь, ребят, с вами очень, наверное, много потратим аптечек. Хотя нет шансов. Шансы у нас увеличиваются на выживание. Так, ну давайте последнего гуля как раз с трех стволов сейчас по нему зажарим. Ну. Ну что ты там бегаешь? Ну, стреляет уже, ё-моё. Так, шесть стимпаков у нас осталось. Немного. Тишина. Отлично. Надеюсь, здесь тоже тишина. Ха-ха-ха. Конечно. Максимум через комнатку. Или вообще комнатка всего лишь одна на этаже на целом. Будет пустая. А остальное все будет забито. Так, нет, я думаю, крит не стоит тратить на этих олухов. Вдруг там опять какой-нибудь гуль, супер гуль нам попадется. Лучше мы на него пробомбим. Так, замечательно. Что у нас тут? Ага. Чертежик. Крышки. Фу. Спокойствие. И опять у нас скорпионы. Надеюсь, что не рад. Ну-ка. Вот так. Трехкратным. Нормулька. Ну и, естественно, этого сейчас мы просто расстреляем. И еще нам надо бежать на этаж выше. Черт ведь побрал. Что такое? Что с камерой, а? Собака, ты не лай в пустую. Ты давай вот бомби, кусай его там за клешню. За его мелкую. За его вонючий ядовитый хвост. Смотрителю это понравится. А мне показалось начать, для строителю. Конечно, не нравится. Не нравится, когда вы не тупите и проходите довольно быстро. Но в данный момент вы как-то немножко даете слабину. Два этажа еще наверху. Ё-моё. И я больше уверен, что там нам встретятся опять же гули. А у нас всего шесть стимпаков. На троих это каждому по две. Не густо. Грязь мне уже под кожу просачивается. Такого просто быть не может. Хотя у них тут может быть грязь какая-то радиоактивная, да? Тогда вполне. Хорошо, проходим далее. Кто? Кроты. Ладно, это тоже ерунда. Ну, падайте вы уже, а. Ай, не хотят. Не хотят никак сдаваться просто-напросто, а. Посмотри на них. Все. Лежат. Блин, даже лута не оставили никакого. Оу. И рейдеры даже здесь у нас. А. А ну-ка. Трехкратный. Упала. Упала барышня. А это все там с ножом с тесаком. Прыгает, скользит. Выделывается. Нормулька. Так, добиваем последнюю барышню. Угу. До спешек и стимпак. Плюс крышки, да? 22 уровень. Что-то они у меня тут как-то быстро пошли раскачиваться. Я даже, в принципе, не против. Я, наоборот, очень рад, что они быстро качаются. Потому что у меня три основные команды, как вы знаете, рейдерские. И желательно бы их раскачать по максимуму. Есть только один большой недочет и минус. То, что я их не отправляю на тренировочные центры, где они могли бы там развить восприятие, силу, атаку. Потому что они у меня постоянно в каких-то заданиях находятся. Никогда не отдыхают практически. Так, нормуль. Ну что ты? Кстати, да. В принципе, последняя комнатулька осталась. И мы уже с вами побежим обратно к себе домой. Ну, да положите в этого хламона уже, на лопатки. Ты смотри, выделывается. Все. Да выделывался, блин. Пан Куша. И как вообще мне пришла в голову мысль покинуть убежище? А тебя кто-то спрашивал об этом, что ли? Я отдал команду, ты побежал. Какие у тебя нафиг еще могут мысли? Даже думать забудь об этом. О, пятикратный. Как говорится, на дорожку, да? И ничегошеньки не дали. Хорошо, ребята. Давайте всех направлять уже к себе в убежище. Ну, естественно, посмотрим. Задания мы, конечно, не сможем им дать очередные. Потому что они еще не добежали. Колу я тратить не буду. Обойдутся. Так. Забираем все здесь. Девятнадцатый уровень. Замечательно. Девятый. Ну, еще есть кто-нибудь? Нету. Ну и нам осталось вот выучить только пункт разлива ядер колы. Ну, для этого нужно 100 жителей. Еще 16 жителей нужно нам к себе заманить или наплодить. В общем, у нас два варианта есть. Выбирай, как говорится, любой. Ну, мы спешить не будем. Будем все это, ребята, потихонечку, потихонечку. Все успеем. Заданий все равно у нас целая куча. Они каждый день обновляются. Никогда не заканчиваются. Так, а что у нас по задачам, а? Отправить в пустошь 6 жителей. Вот это, кстати, можно сделать. Но сразу же напрашивается вопрос. А кем? Кем именно это делать? Кого отправлять? У меня, по-моему, на базе остались одни лошпены. А вот этих вот ребят как-то нужно для начала дождаться, пока они прибегут. И еще потом отправить. Если я их отправлю, кто у меня будет тогда делать основные задания? Блин. Какой-то замкнутый круговорот, ребята. И хочется, и колется, и ничего не получается, блин, у нас. Ладно. У нас, если даже посмотреть по базе, таких вот мощных, ну, 43 уровень. В принципе, можно. Можно, ребята. Давайте попробуем вот так вот. И вот так. На всякий случай. Все. Пускай бежит разведка. Побежала, как говорится. Один житель отправлен. А нужно нам отправить 6. Что такое? Нападение рад тараканов. Вот как я этому рад, что они именно сейчас напали. Ну, что стоишь? Давай быстрее беги, блин. Была бы здесь, знаете, ребята, какая-нибудь такая аварийная кнопочка, на которую ты нажимаешь. И самые лучшие твои спецсолдаты отправляются в те комнаты, где там происходит что-то. И уничтожают, ликвидируют вот эту всякую заразу. А так приходится самому их бросать. Ладно. Фиг с ним. Ну, что вы там? Три часа, блин. Не можете с какими-то тараканами справиться уже. Вообще дожили, блин. Так. 19 уровень получил чувачок. Ну, что, где у меня все мои солдаты-то? Где? Я никого не вижу. Так, медик. Восьмой уровень получил. Ладно. Эти все воюют. Уже у этого почти здоровья не осталось. Да. А, правильно. Второго уровня. Это вообще первого. Кого я, блин, отправил, а? На ликвидацию тараканов. Они сейчас тут у меня еще и подохнут. Жесть и нелепится. Ну, все. Надеюсь, с последним тараканом вы справитесь у нас. 6-10. Вот так вот будет лучше разобраться с тараканом. Так, мы уже 14 происшествий мы разобрали. Надень-ка, наверное, ты себе вот эту вот. А что? Намного лучше. Что за подсказка? А, ну понятно, что это про жителей, которые отправляются у меня в пустошь. Да, надеюсь, он там выживет. Он, она, они, все вместе, короче. Так, вот это возьмем. Да. Довольно неплохо. Ну, первые и вторые уровни. Я думаю, что это самоубийство. Самоубийство их отправлять. Что такое? Хотите, чтобы она вошла внутрь? Конечно, хочу. Хм. Что это она там интерес такое обнаружила? Так, давайте, ребята, глянем. Обязательно глянем. Модная фигура. Осмотреть заправку красная ракета. Ха, довольно прикольно сделано. И всего лишь одна комнатка здесь. Это меня радует. Опачки. Чудовищный костюм. Голая грудь в этом году уже не в моде. И эти штаны наверняка меня полнят. А, чужаки, сколько вы тут уже стоите? Хм. Мм. Так, давайте, наверное, самое нижнее. Я думаю, что это будет самое то. Да, вот это вот. Ты же рейдер. Какая тебе разница? Действительно. Эй, рейдеры тоже разбираются в моде. Сейчас я тебе покажу. Опа-на, ребята. А я тут один. И тем более с огнеметиком. Так, я, по-моему, здоровье... Ой, здоровье. Аптечек себе мало взял. Если я не ошибаюсь. Блин, всего 10. Ты посмотри, как они меня быстро тут херачат. О-о-о. Так, атака 15. Щет. Блин, вот тебе и вышел, называется, на рейд. В пустошь отправил. Блин. Хе-хе-хе. Я не вижу, мы хоть кого-нибудь там уничтожаем или нет. По-моему, все полосочки здоровья абсолютно целые у них. Причем здесь еще глава этих рейдеров. Вон, там черепок рядом с ееными хпшками нарисован. Так, нет, по-моему, мы по кому-то попадаем. Но, видимо... Да, их тут трое. Просто сливаются у них по луцке жизни в одну. Есть. И это была главарша, ребята. Да, мы завалили главаршу. Так, смотрим, сколько будем отнимать у обычных рядовых. Нет, справимся. Фух, повезло. Я уже думал, сейчас заколбасит нас. Но, как видите, все обошлось. И здоровье у нас пока есть. И стимпаки есть. В общем, нормулька все. Одним словом, они поплатятся за свою дерзость. Зря я, конечно, наверное, сюда пошел, в эту ракету. Но мне было интересно все-таки посмотреть. Такого у меня ни разу не было. Ну и хорошо. В общем, сейчас разберем. Надеюсь, у них здесь что-нибудь очень хорошее и вкусненькое лежит по этим полочкам. Так, подкрепились. О, еще и крит. Ну-ка, давай-ка максимал. Есть, пятерочка. Фух. Разобрались, как со сумками. Немного подкрасить. Поставить цветы. И тогда здесь будет... А, неважно. Да, ты хотел сказать, что здесь будет нормальная квартирка, да? Что-то типа в этом роде. Ох. Намного лучше, чем наш огнемет, ребята. И вот они, стимпаки. Продолжить. Давайте, наверное, вот так сделаем. Фух. Вернуться в пустошь. Да. Беги. Беги в пустошь. И продолжай дальше свое путешествие. Так. Что у нас тут? Ну, давай ты, елки-палки, хорош, что-то мне томить. Возвращаемся к себе в убежище. Да, отозвать... Нет, не будет. Пускай бегает, ребят. Пускай бегает. Мы, тем более, ей новую винтовку поставили. Ну что ж, дорогие мои друзья. Давайте, наверное, тогда на этой ноте я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, этот видосик вам понравился. Так же, как и мне. И мы обязательно увидимся уже в следующих сериях. И продолжим играть в Fallout Shelter. Ну а на этом все. Всем пока. До скорого. И удачи вам. Субтитры подогнал «Симон»!